Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перопятом Ильюжа Александр, и давненько мы вместе с вами не сталкивали различных странных существ в игре под названием Animal Revolt Battle Simulator. И если вам, друзья, понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Но у нас тут повыходили дополнения, и, например, разработчики добавили пришельцев, на которых очень интересно посмотреть. Первый из них это некто Хаклос, или Хаклос. Выглядит он как какой-нибудь ксеноморф, что-то похожее. В общем, страшная рожа, огромные клыки, огромные, не знаю, бивни, как это назвать, шипы. В общем-то, давайте столкнем его с кем-то из, ну, например, людей. Смогут ли древние люди противостоять великим пришельцам? Ну, возьмем, например, воинов-спартанцев. Представим, что спартанцы просто занимались своими тренировками, и тут, бац, пришельцы высаживаются прямо из космоса и начинают с ними сражаться. Так, это не та команда, нам нужна вторая команда. Я привык, что с одной стороны одна, со второй другая. Но тут все-таки немножечко иначе. Этот пришелец стоит 75, спартанцев будет пускай на 70. Просто это спартанцы, друзья. Давайте начнем эту битву и посмотрим, что из этого выйдет. Воу! Что же он творит с этими несчастными спартанцами? Это просто невероятно, друзья. Это не описать словами. Он не оставил ни единого шанса им. Просто пронзил каждого. Вау, 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 вау. Такого я от него напора не ожидал, по правде сказать. Так, давайте-ка... Что с камерой? Вот, камера управляется. Давайте-ка заменим на кого-то другого, более мощного. Пытался, друзья, вспомнить, как нажимается слоу-мо. По-моему, разработчики немного его изменили. Теперь нужно нажимать кнопку среднюю мыши. Ну, то есть колесико. Раньше, по-моему, было немного иначе. Ну, ладно. Если пришельцы высадились на землю еще раньше, во времена, например, я не знаю, каких-нибудь динозавров. Кто у нас тут динозавры? Инферналы, млекопитающие. Ну, вот такие у нас есть. Но нам нужны, друзья, хищники, конечно. Такое существо должно сражаться с хищником, например, с аллозавром. Ну-ка, давай-ка посмотрим-ка, есть ли у него какие-то шансы. И поехали. Аллозавр вырывается вперед. Наше создание тоже идет вперед. Просто обхватывают шею несчастному аллозавру. Аллозавр пытается укусить тоже за шею, но это удается. Он хватает пришельца за один из его когтей и просто не отпускает. Пришелец, бедный, несчастный, начинает орать, кричать, пытаться хоть что-то сделать. Но аллозавры настолько крутые, что шансов нет. Пришелец не наносит буквально ни одного удара, потому что его хватают за ноги. И готовы растерзать на тысячи кусочков. Короче, аллозавр здесь выйдет, мне кажется, победителем. Подожди, я думал... Эй! Что за читы ты подрубил? Вот дела. Хочу устроить еще одну битву между нашим аллозавром и Харнатоном, или как там его зовут, запомнить невозможно. Поставим аллозавра и попробуем вселиться в нашего чувака. Могу ли я это сделать? Это животное не может контролироваться. Понятно. Очень жаль. Ну, ладно, тут битва, понятно, за кем будет, скорее всего, опять за нашим пришельцем. Он оказался слишком сильным. Динозавр ничего не может ему... Ты чего бегаешь? Ты чего бегаешь? Что происходит? Он испугался аллозаврика. Почему аллозавр наносит так мало урона? Цена юнитов примерно одинаковая. У аллозавра, конечно, чуточку меньше. И он порвал его в этот раз. Он его порвал. Просто на тряпки. И это было неплохо. Давайте теперь возьмем снова каких-нибудь пришельцев. Например, баса... Баса... Басхуков. Какие-то стрекозообратные существа. И вообще все эти пришельцы напоминают какой-то мега-рой. Ну, есть такой вид пришельцев в некоторых фантастических произведениях. Когда там коллективное сознание. И, типа, каждый выполняет свою работу. Например, это, может быть, рабочий, который переносит какие-то штуки. Ведь у него снизу хваталка есть. Но этой хваталкой он может еще и есть. Но давайте много их ставить не будем. Пока поставим одного. Чтобы можно было следить за тем, как вообще они сражаются. Так, а где обычные люди у нас? Травянистые. Современные люди. У нас есть вот такой слоумо. У нас есть командос. Давайте поставим его. Он примерно такой же по стоимости. Вторая команда. Ну-ка, бас-хук, давай-ка. А что, куда ты побежал? Так, человек бросил гранату. Это что такое? Это в чем смысл? Подожди, он даже ничего не попытался сделать. Он просто улетел. Ладно, возьмем тогда древних людей. Возьмем двух спартанцев. Смогут ли два спартанца... Нет, подожди. Смогут ли два спартанца сразиться с пришельцем? И сможет ли он их победить? А почему он улетает? Видимо, ему нужно набрать дистанцию для чего-то. Оп. Разворачивается и... Пытается своей хваталкой схватить. И поднимает в небо. Вот как это работает. Но спартанцы умеют летать. Получается, что так, куда ты его понес? Ну, я думаю, да. Это действительно есть рабочий, который переносит там еду. Может быть, личинок. Может быть, младших каких-то пришельцев. Может быть, какие-то камушки. Ну, и спартанцы сильнее. В общем, спартанец, поздравляю тебя. Ты доказал свою силу и мощь. А вот Басхук оказался не пойми, чем вообще и зачем он нужен. Так, дальше у нас идет Вонтис. Вонтис. Богомолообразное создание. Нам нужны современные люди. Проиграем древние люди. Опять же, давайте возьмем не спартанцев. Возьмем тефтонских рыцарей. Сколько он стоит? 70. Ну, получается, 6 где-то тефтонских рыцарей мы сможем поставить. Вот так. Немного дороже вышло на 2 бакса, но это не страшно. Битва начинается. Он начинает своими хваталами просто всех разбрасывать. Но тефтонцы-то тоже режут его. А я слышу звук, как будто они бьют почему-то очень твердому. Скорее всего, панцирь этого богомолыча очень крепкий. И пробить они его могут. Просто проломили своими гигантскими мечами. Интересно, интересно, интересно. Но тут же выходят еще и динозавры хищные. Разумеется. Ну, например, сколько? Ну, Карната Алазавр. Наш старый добрый друг Алазавр. Давай. Погнали. Ну, Алазавр очень злой. Он хватает, во-первых, чили... Воу! Прямо на лицо! Лицохват! И что ты теперь сделаешь, Алазавр? Что ты будешь делать? Так, ему нужно теперь своим жалом попытаться ударить в голову. Он, видимо, и пытается это делать. Смотрите, жало трясется, но не удается. Теперь это шапка Алазавра. Его кепка. Что такое? Алазавр пытается сапнуть, не получается. Ну и пришелец ничего не может сделать Его просто разворачивают И начинают за заднюю часть тягать туда-обратно Валазавр снова вцепился и... Все-таки яд попал, друзья, в Алазавра Посмотрите, на его теле образовались такие желтые пятна Это какое-то очень сильное биологическое оружие И так как организм это все-таки земной А это инопланетный Бактерии, вирусы и прочее несовместимый иммунитет А у Алазавра абсолютно никакого нет От этих внеземных микроорганизмов И поэтому он быстро заражается и погибает Жаль, но прикольное существо против больших А ну-ка давайте мы потестим вот так Мы поставим Карнозавра Вот такого, да? Хотя это не Карнотавр, это Карнозавр Я что-то таких даже и не знаю, ладно И вторая команда Это у нас будет опять же инопланетянин Мне интересно, сможет ли он быстренько Ввести яд в тело Карнозавра Ну, типа, вот так Ввести яд в тело Карнозавра Что? Просто переломал на попол... Что ты творишь? Просто переломал шею несчастному жуку Несчастному космонасекомому Вау! А космонасекомое еще... Живо? Ввел яд! Ввел яд! Смотрите, на нем начинают появляться отметины Он заражен Выживет ли он сейчас или нет? Как думаете? Я хочу подождать, посмотреть Он погибнет от яда или... Все-таки сможет отрегениться? Или яда было введено и токсина не так много? И поэтому такого гиганта повалить сходу и не получилось Но он вроде бы пошатывается Но улыбается Совершенно счастливая Ящерица? Рептилия Красивая Ну, ветрянка какая-то есть Но она пройдет со временем Что-то он трясется Прыгает с места на место Нет, я думаю, что если бы яд подействовал В том виде, в котором должен То, скорее всего, он бы уже погиб Ладно, завершаем эту битву И переходим к сеноверме Какая-то Кладка яиц Из которой, наверное, будут вылупляться какие-то чуваки Давайте возьмем древних спартанцев Классика Поставим их подальше Чтобы была возможность вылупиться Вот так Больше спартанцев, чем обычно, поставим Они трясутся И вылупляются какие-то Вот это точно рабочие И начинают прыгать на спартанцев Хватать их И они будут вылупляться постоянно Или подожди А что у них снизу? А у них снизу какие-то Подожди, да я смотрю Так, у них снизу какие-то, друзья Отверстия Посмотрите, рот Которым он и должен что-то делать Понятно 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 Ну Понятно Не самое крутое существо Будем честны, друзья Я ожидал большего Если бы таких было несколько То другое дело Ну а теперь у нас на арену выходит Самый большой представитель Отряда пришельцеобразных Некто Ранторн Это вот такой чел Который похож на огромного жука-носорога Мутировавшего где-то в далеких глубинках космоса На далеких планетах У него есть глаза Есть рог И есть даже Руки Примитивные, смотрите Вот тут и тут Он как будто бы из бронзы состоит Настолько у него мощный хитиновый панцирь Что он выглядит как настоящая броня крепкая Да Но спартанцы тоже Между прочим Не абы кто Не абы кто спартанцы Так что давайте-ка Возьмем спартанцев И затестим этого нового пришельца И да, друзья Если вам Понравится Эта игра И вы хотели бы видеть больше роликов Про Animal Revolt Battle Simulator Напишите об этом, пожалуйста, в комментах Ну или можете лайк поставить Потому что тут есть много чем можно заняться И я бы с радостью этим занялся Итак, спартанцы На 180 баксов нам надо спартанцев Такие две небольшие фаланги у нас получаются Вот так И посмотрим Что будет происходить Они вонзают свои копья в ноги Рантону этому А он просто несколькими ударами их разбрасывает В разные стороны Не, ну, конечно, они не могут пробить его Конечно, они не могут пробить его Конечно Вот столько хп Надо было, кстати, хп смотреть Тогда, когда динозавр был отравлен ядом Уменьшается оно или нет Я не использовал эту кнопку Тупанул Ну, Рантон победил Хотя спартанцев было больше Они были дороже Давайте теперь С Карнозавром его столкнем У Карнозавра будут шансы И этот Карантон Как его там зовут? Рантон Ранторн Не такой уж крутой Потому что у него нет Каких-то уникальных способностей О, слушай С Тираннозавром было бы разумно его столкнуть С Тираннозавром красным Вот это было бы разумно По цене сопоставимое Что ж, битва начинается Он просто бьет У него нет какого-то яда там Или как у Карнозавра Он не переворачивает противника Рог Друзья, Рог Тирекс вырывается вперед Схватил его за Рог А я думал, Рогом можно пронзить Бьет по ушам Рексу Словно боксирует Его учили боксировать Его не учили Драться с рептилиями А он просто реально с ним боксирует Получи Получи, Рекс Получи Просто вручную его ломает Чёртовы бои без правил ММА Всё Ранторн победил Ещё и пинает Нельзя поверженного противника пинать Это неуважение к себе В том числе Так, а может быть у нас есть кто-то Кто-то прямо Ещё большой Чтобы с ним столкнуть За сопоставимую цену Кто-то, кто-то Фантастически Ну, дракон будет слишком дорого стоить Сколько он стоит? Сколько стоит дракон? 400 Ну, конечно, дракон будет сильнее Конечно, дракон будет сильнее Ну, давай ради интереса С драконом поставим его Конечно, дракон будет знач... Оооо Ну, это да Зацепился за дракона Ничего не видно, что происходит Ни одного удара Нанёс дракону удар Но дракону и не нужно Как бы с ним сталкиваться Он будет летать и сжечь его лазером Или пламенем своим синим Попался 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 Ха-ха-ха Попался Что за сальтухи пошли Как же крутятся Как же вертятся Удерживал... Нет, всё-таки Дракон Ну, мощнее дракон Ну, конечно, дракон в два раза С лишним дороже стоит Оно и понятно Тут иначе быть не могло Ну, жаль, что нет каких-то именно роботов Чтобы вот прямо роботу робот Из готовых Можно что-то из Воркшопа взять Но мы уже как бы их тестили Поэтому нет смысла Давайте тогда Столкнёмся Вот этими товарищами С мамонтом Мамонт Ну, мамонт ничего не сделает, конечно Он просто начнёт бить его по ушам По голове И что сделает мамонт? Ну, давай Пытается Бодать его А Ранторн не бьёт мамонта Почему? Мамонту, конечно, наносится какой-то урон Но я не знаю, почему и какой Ранторн застрял Смотрите, у него нога застряла Мамонт побеждает Мамонт может победить Эта битва будет долгой Но мамонт может победить Если Ранторн А что он ничего не делает? А почему он ничего не делает? А почему, Ранторн? Погоди, эта битва нечестная Он ничего не делает Он просто идёт Не, ну тут мамонт побеждает, получается Друзья, вы не поверите Но мамонт победил Да, это было долго Долго он его бодал Но победил Я думаю, что нужно битву переиграть Потому что Ранторн Ничего даже не пытался делать Он ни разу не ударил мамонта Он не может победить Мамонта Мамонт сильнее Он его не бьёт просто Это какой-то баг Я не понимаю Ну, короче, мамонт сильнее получается Давайте возьмём шерстистых Шерстистых носорогов Может быть, пришельцы борются за природу И поэтому не хотят трогать животных Они любят животных О! Не, Ранторн всё-таки не особо любит животных Но как в него вонзили эти Свои рога И просто протыкают ему все части тела Э-э-э-э Повалил бедного несчастного Шерстистого носорога гигантского Носорог разворачивается, пытается снова Нанести удар И снова падает на землю Ну, носороги, между прочим Тоже очень толстые В плане бронированные За счет шерсти, толстой кожи Прокусить его не так просто Я бы даже сказал, сложно Что это за Вертел такой Какая-то карусель получилась носороговая Прям туда, прям в живот Вонзает свой рог Ну, они были близки к победе Им чуть-чуть, конечно, не хватило Но победа была близка Что у него с пузом? А, это шерсть? Так, я думал, ему пузо вскрыли Он как будто превратился, друзья В набитое чучело Он просто перестал шевелиться Как будто статуэтка упала Это было странно Ну, из инопланетян мы всех, друзья, потестили А что, если мы Этих инопланетян Подожди, еще и проапгрейдим Попробуем поставить ему какие-то штуки на тело Например, где тут у нас руки? Подожди, руки, я же выбрал руки Поставим руку здесь И руку тут Можно еще взять руки С молотом, с молотом Тут И тут Подожди, она не ставится И тут А что в другую сторону смотрят? О, вот так Вот такая штуковина, друзья Получается И можно поставить крылья Вау, а крылья я не знал, что можно ставить Вот такое божество у нас, друзья Из космоса выходит Какие еще ему можно оружие поставить? Слушайте, он же пришелец из космоса У него вполне может стоять на голове ракетница Вполне Вполне может стоять на голове ракетница Он же из космоса Можно увеличить ее Делать этого мы не будем Огнемет можно поставить Где-то вот тут на туловище И вот такое Мега создание, друзья На выходе у нас получается Ну а биться с ним будут Не современные люди А древние Спартанцы Которые вынуждены собрать целую армию На 600 денег Чтобы пытаться что-то ему сделать Вот так И здесь еще немного спартанцев будет И даже вот так Но баня слазь Воу, 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 воу Огнемет, ракетница Вот так пришелец и должен выглядеть Стрелять из всех орудий При этом он сам очень сильный И просто сжег Не, ну конечно Тут, конечно Тут понятное дело Тут, конечно, друзья Другого исхода быть, наверное, и не могло Потому что, ну, все-таки Все-таки он пришелец С современным орудием Поэтому нам нужны современные люди Которые тоже смогут драться Так, надо все это поубирать Быстренько давай Убираем, 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 убираем Потому что копья, щиты Это, конечно, неплохо Для времен 2000-3000 лет назад Но сейчас это, конечно, уже отстает Так, современные люди Где у нас? У нас есть вот такие командосы Вопрос в том Смог... Ох ты, что ты не то Смогут ли Они дать отпор Пока он не подошел У него же ХП-то Тоже осталось Как и было Дело в другом Дело в том, что У него оружие появилось Ну что, вперед А чего они не бросают гранаты в них? О, ну вот я так и думал Я так... Вы посмотрите Ну, просто ноль шансов Ноль Абсолютно ноль Люди слишком больно стреляют В современные Хотя я уверен, что его бы панцирь Просто обычное стрелковое оружие Но обычные винтовки не пробили бы Скорее всего, нет Бронебойные? Может быть А вот именно эти стандартные Сто пудово нет Ну, давайте Современные люди Не помогли Инфернал 240 Бедствие Давайте Несколько бедствий Поставим Штуки 3 Вот так Они тоже очень сильные Но он их скорее Расстреляет из Оооо Из орудий Огнемет Мне нравится Когда создание идет И просто у него Целая куча пушек И сразу все эти пушки Начинают стрелять Плюс кулаки бьют Нормально, 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 нормально Он их отделает Он их отделал Но динозавров даже и смысла ставить нет Потому что у динозавров он точно победит Хотя, давайте, давайте, давайте Динозавры Хищные Тирексы В количестве Раз, два, три, четыре, пять Шесть Рексов Понеслась Шесть Рексов против одного пришельца Не, у него шансов нет, все-таки они его загрызут Да, они его загрызут Парочка Рексов, скорее всего, погибнет, но да Да, да, да Все-таки Рексы, друзья Это как бы Рексы Тут не дать, не взять Ну ладно, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся Надеюсь, видосик вам понравился Большое спасибо за внимание За просмотр До новых встреч, удачи, счастья вам, друзья И пока Берегите себя Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok